Всем привет! Вы на канале Богини Рукоделия, с вами Милочка. Я хочу сегодня начать новую вышивальную игру. Она новая для меня. И хочу я поиграть вместе с вами. Почему с вами? Потому что вы будете мне давать задания на все мои работы, на все мои процессы. А я буду их стараться, конечно же, выполнить. Только давайте сразу договоримся, что такое задание, как вышить полностью всю работу, я не принимаю. Например, есть у меня начата вот такая работа, такой золотой карпик. И если вы мне напишите, вышить до конца эту работу и прям оформить, то я, конечно же, не смогу выполнить ваше задание, потому что я хочу повышивать и еще другие свои работы. Если вы хотите увидеть подробности по всем моим начатым работам, проходите в видео все мои начатые работы, начатые процессы. И я там подробненько про каждую работу, про каждый свой процесс рассказываю. А сейчас хочу вам рассказать правила игры. Я буду крутить рулетку. И мне будет выпадать определенный процесс. Вот перед вами лежит вот такой мой блокнотик. Здесь я выписала все свои процессы. У меня их 15. И вот видите, у меня здесь есть такая вот нумерация. Вот Химера первая. Здесь я буду записывать ваше задание. Например, вы мне сейчас в комментариях пишите. В Химере вышить 800 крестиков. Я записываю имя, фамилию, кто мне написал это задание. Пишу задание. И когда мне будет выпадать на рулетке Химера, я буду открывать. И в очередности, вот сверху вниз, сколько будет здесь заданий, я буду начинать с первого задания и выполнять. Дальше поехали. Второе задание. Камин. И так дальше. Милхил. Милхил снеговик. Но поподробнее о всех моих начатых работах вы можете посмотреть в отдельном видео. И здесь у меня их 15. Так что можете писать сразу на несколько работ заданий. Можете писать на одну работу несколько заданий. Например, на Химеру вышить 500 крестиков. Второе задание. На Химеру вышить 1% всей работы. Скажем так. Ну, давайте. Разумные задания такие, чтобы я смогла выполнить и двигаться дальше. Мне очень интересно, что же вы мне придумаете. Пока вы будете смотреть это видео и будете что-то думать. Для меня задание. Я же хочу что-то повышевать. И я хочу поиграть. И сейчас я запускаю свой первый барабан. Свою первую рулеточку. И тот процесс, который мне выпадает. Я на нем буду вышивать 500 крестиков. Я думаю, достаточно. На этой недельке я буду вышивать по 500 крестиков. На том процессе, который мне будет выпадать в рулетки. А уже со следующей недельки начнем выполнять и заполнять наш блокнотик. Очень интересно посмотреть, что же выйдет с этого. Пожелайте мне удачи. А я запускаю свою первую рулетку. Запускаю первую свою рулетку. Вот она у меня. Здесь у меня все мои 15 работ. И давайте же мы покрутим, что же мне выпадет сейчас. Поехали. Химера. Ура. На химере я вышиваю 500 крестиков. А сейчас я вам покажу, как же выглядит моя химера. Сейчас я вам показываю в предвью своей химеры. Называется эта работа «Банька у заросшей реки». Вот такая будет красивая березка, река, такое лето. И смотрите, сколько у меня сейчас вышито. На данный момент мне нужно по заданию рулетки вышить здесь 500 крестиков. Жду ваше задание для химеры. Обязательно пишите мне задание. Пишите мне свои интересные задания. Очень интересно, что же вы придумаете. А я вышивать... Я вышила 511 крестиков. Смотрите, как они выглядят сейчас. Как выглядит моя работа. Задание я выполнила. Теперь я перехожу к новому заданию. Буду крутить рулетку. И мне очень интересно, что же мне выпадет. Конечно же, мне бы хотелось продолжить вышивать химеру дальше. Но сейчас судьба распределится сама. Что же я буду дальше вышивать. А вы не переключайтесь. Запускаю свою вторую рулетку. Давайте мы покрутим. Нажимаем на нашу рулеточку. И поехали. Что же, что же, что же. Очень интересно. Так, ну что, что это так долго. Ммм, что, что. Три желания. Ой. Не знаю, радоваться или нет. Три желания. Конечно, да. Ну что. Сейчас я буду доставать свою работу. Я вам покажу, на каком этапе у меня находятся этих мои три желания. И мне нужно вышить 500 крестиков. А от вас, как всегда, я жду задания. Вот и мои три желания. Сейчас я вам покажу превью работы. Как должна выглядеть вся работа. И смотрите, что у меня вышито на данный момент. Совсем ничего. Совсем чуть-чуть. Совсем какая-то капелька капелюшная. И я должна вышить 500 крестиков на этой работе. Вы знаете, неожиданно. Я не была готова к этому. Честно. Я как-то думала, что я еще повышиваю. Там химеру, может быть, осте, может быть, камин. Но не три желания. Ну что. Рулетка. Это судьба. Значит, нужно мне вышивать эту рыбку. Я сейчас буду запяливать свою работу. Доставать ниточки. И буду вышивать. А с вами мы встретимся через 500 крестиков. Не переключайтесь. Вот и вышила я на своей рыбке 502 крестика. Ох, и сложно мне это далось. Даже не крестик, а 502 символа. Я не люблю считать полукрестик за крестик. Потому что мне кажется, что не так уж и легко тоже вышивать полукрестик. Потому что нужно фиксировать ниточку. Все равно на это уходит время. И я всегда привыкла считать один символ, как за один крестик. Так что здесь у меня, давайте так, 502 символа. Не 500 крестиков, да. А здесь есть и полукрестики, и есть крестики. Вот такая у меня рыбка. Конечно, красивая. Скажу вам, что, наверное, если бы не рулетка, я бы не взялась бы вышивать эту рыбку. И, может быть, если бы даже взялась, то столько бы не вышивала. Наверное, вышила бы крестиков 200 и отложила. Ну, как-то так. Сложненько мне дается она. Не скажу, что сложная схема. Просто это авторская схема. Рисованная схема. И здесь частая смена ниточек. И бленды есть, и крест, полукрест. Ну, такое. Ну, как-то так. Так. Я записала данные. Давайте покажу вам блокнотик свой. Вот он, мой блокнотик. Покажу вам мою табличку. Вот она. Вот это моя. Ай-яй. Табличка. Вот что за два дня. У меня сегодня, да, 2 сентября. И я буду сегодня опять уже крутить рулеточку. Так что мы увидим, что в следующий раз. Ну, что дальше я буду вышивать. Наверное, сегодня я не смогу вышить 500 крестиков. А там увидим. Жду от вас задания. Ну, только давайте. Такие, знаете, не совсем, скажем, такие, которые я не смогу выполнить. А задания реальные. Ну, вот ориентируйтесь на себя. Как бы вы смогли бы выполнить это задание. И, ну, то есть, не нужно писать мне задание, вышить на рыбке. Там все крестики, да. Потому что здесь есть и бокстич. Ну, то есть, не такие задания. А что-то такое реальнее. Реальнее. Давайте покажу вам поближе рыбку. Третий бросок. Третий раз покрутим рулеточку на этой неделе. Очень интересно, что же она в этот раз мне даст. Хоть бы только не три желания. Хоть бы не три желания. Не могу. Устала от равномерки. О, химера. Химера, да. Ура, ура, ура. Очень хорошо. Классно, классно. Я не могла даже об этом и мечтать. Но химера, отлично, неплохо. Так что, все, я вышивать. Ура, ура. Вот как выглядит моя химера сейчас. В принципе, вы не смогли ее забыть. Она была в самом начале игры. Но ничего. Мне кажется, рулетка в этот раз надо мной сжалилась. Потому что, вышивая три желания на равномерки, там мелкие такие крестики. Еще часто меняю ниточку. Но мои глаза, как бы, сказали мне, что на сегодня вышивать хватит. И я думала, что если мне выпадет что-то такое, ну, сложное, да, там, ну, как-то не очень. Где, ну, то есть, где нужно напрягать глаза, где нужно напрягаться по-особому. Я думала, сегодня уже не вышивать. Но так как выпала мне химера, здесь, конечно же, я повышиваю. Тем более, у меня здесь зашивается фон. И вы видите большие участки, одним цветом. Может быть, здесь и бленд. Ничего страшного. Так что здесь быстренько я вышью 500 крестиков. И мы с вами быстренько покрутим еще рулеточку. Все, я вышивать. А вы не переключайтесь. Уж очень интересно, что преподнесет в следующий раз мне рулетка. Вот и добавилось на мою химеру 521 крестик. Смотрите, как выглядит теперь. Да, здесь я зашивала все полностью одним цветом. Сейчас я вам покажу этот цвет. Цвет называется 3756. Вот он такой вот светло. Такой голубенький, да, такой он светленький. Это такой свет. Вот этот участок я полностью зашивала. Честно скажу, мне было интересно поскорее зашить, чтобы запустить новую рулетку и узнать, что же дальше мне вышивать. Мне кажется, без рулетки мне было бы очень-очень скучно это вышивать. Вот знаете, когда просто сидишь вышиваешь и большой участок одним цветом, еще светлым, по-светлому, не совсем приятные ощущения. Но когда ты знаешь, что сейчас дошьешь и можно будет крутануть рулеточку и узнать, какой очередной процесс нужно будет вышивать. Это такой стимул, и мне было, честно скажу, легче. А сейчас я перехожу к рулетке и узнаем, что дальше я буду вышивать. Давайте покрутим рулетку и узнаем, что же в этот раз я буду вышивать. Очень интересно. Вот как выглядит моя салфетка сейчас. Вышиваю я на равномерке шелковыми ниточками. Ну, точнее, все подробности вы сможете посмотреть в видео о всех моих начатых процессах. Так что проходите, смотрите. Я вам покажу сейчас, как должен выглядеть у меня элемент, который я вышиваю. Вот этого ангелочка я вышиваю. Он должен быть вот таким. Сколько у меня вышьется? Ну, точно не больше, чем 500 крестиков. Потому что на самом деле здесь 500 крестиков даже... 500 крестиков вышить не так уж и легко. Я, конечно же, посчитаю, вплоть до каждого крестика, сколько мне нужно будет вышить. И, конечно же, вышью. За сколько дней я это сделаю, я не знаю. Но вы все сами узнаете через секунду. Не переключайтесь. На моей салфеточке добавилось 567 крестиков. Далось мне это, скажу вам, нелегко. Очень-очень сложно, но я это сделала. Я вышила ангелочка. И, вы знаете, сейчас я загадаю желание, чтобы рулетка мне не дала опять эту салфетку. Потому что я уже не хочу. Я второй день вышиваю ее. И мне хочется отдохнуть. Вы знаете, наверное, устала от равномерки. И, наверное, я устала от этих шелковых ниточек. Давайте сейчас мы с вами вместе запишем. Посмотрим, что у нас здесь. Стоп-стоп. Вот. Салфетка. Смотрите, как интересно. Получается, первый раз выпала химера. Это вышивка на конве 18-го каунта. Потом три желания на равномерке. Такой же украинской, как и салфетка. Потом опять выпадает химера. Потом опять салфетка на равномерке. Вот интересно. Теперь интересно, что же выпадет в этот раз. Но сейчас вы все сами увидите. И я тоже заполню сейчас здесь крестики. И буду крутить рулеточку. Давайте сейчас мы добавим очередную мою работу. Новый мой старт. Так. Сейчас пишем. Утро на озере, да? На озере. Окей. Выбираем изображение. Так. Нет. Это у меня была картинка. Была даже камера. Сейчас я посмотрю. Вот. Вот это фото. Вот так вот мы его сейчас мы чуть-чуть увеличим. Вот так вот. Я делала. Ага. Вот. Вот так сделаем. Все. Отлично. Отлично. Добавили. 16-ая работа. Есть. И что? Теперь давайте запустим нашу рулеточку. Интересно мне, что же, что же в этот раз выпадет. Интересно. Очень интересно. Так. Так. Только не салфетка. Нет. О! Стоп. Уна на озере. Утро. Утро должно быть на озере. Но мы поняли, да, что выпало мне утро на озере. Сейчас я опять зайду в настройки. Нет. Редактировать. Я назвала Уна на озере. Утро. Утро. Утро на озере. Окей. Ну вот. Отлично. Очень хороший вообще результат. Хорошая рулеточка. Давайте я сейчас покажу вам, в каком состоянии у меня этот процесс. Не переключайтесь. Ну вот мой начатый процесс. Утро на озере. Dimensions. Gold Collection. Ну, все подробности вы узнаете с видео. С моими начатышами. Наверное, я часто об этом говорю. Но вы меня простите. У меня кусочки видео снимаются, наверное, с расстоянием в сутки. И я, наверное, забываю, что я говорила в прошлый раз. Конечно, на монтаже я попробую исправить там свои повторения. Ну, как будет. Смотрите. Только-только вот я начала. И здесь получается, ну, сколько? Шесть полукрестиков. Начинаю с центра. Вот. На схеме где-то я, наверное, вот здесь. И я начну с центра вот так вот. И вышивать. Сделаю 500 символов. Напомню, что я полукрестики приравниваю так же само, как и бисер к одному крестику. То есть, я буду вышивать на этой работе 500 полукрестиков, если они у меня здесь будут. Либо, если будут крестики, тогда буду вышивать 500 крестиков. Точнее, будем считать по символам. И мне вот хочется, знаете, куда пойти? Я хочу как-то здесь вот травку повышивать. 500 полукрестиков, либо крестиков повышивать. Очень хочется посмотреть, какой это будет масштаб в этой работе. 18-й каунт. В принципе, здесь как бы небольшое поле будет закрываться. Наверное, ну, небольшое, мне кажется. Посмотрим. Вот такой будет красивый сюжет. Вы знаете, я даже не ожидала, что рулетка мне выдаст сразу вышивать эту работу. Потому что я вчера, буквально вчера начала ее вышивать. И мне очень нравится этот сюжет. Я просто балдею от него. Я без ума от этой лодочки. Я просто очень-очень влюблена в этот домик, где горит вот такой вот свет яркий. Там так светло, уютно. Такое спокойствие, я не знаю. Я когда смотрю на эту картину, вот полное чувство спокойствия. Полная идиллия. Ну, прям все идеально. Я просто в шоке. И, наверное, рулетка почувствовала мои вот эти эмоции, мои чувства к этой работе. И, наверное, она мне дала возможность насладиться уже этим процессом. Ну, посмотрим, как дальше будет. Покажу вам свой блокнотик сейчас опять. Так, здесь я сейчас добавлю шестнадцатую ячейку. Шестнадцатый листочек будет. Сейчас мы посмотрим. Я здесь уже дописала утро на озере. Так что вы можете писать мне также задание уже и для этого процесса. Буду с нетерпением ждать ваших заданий. И напишу сейчас шестнадцатый процесс. Что у меня по табличке получается? Сейчас я вам ее покажу. Ну, у меня что-то здесь... Мой блокнотик как-то он расклеился. Ну, ничего страшного, я его склею. Вот, видите, я написала. Сегодня у меня четвертое сентября. Утро на озере. Да, салфетку я вышивала третьего сентября. И сегодня я вышивала тоже эту салфетку. Ух, долго. Ну, хотя здесь, видите, на ней вышило всего... Больше всего крестиков 567. Если на химере я вышивала 521, ну, то есть вы сами все видите. Очень мне интересно, что же выпадет в следующий раз. Знаете, вот такой азарт. У меня азарт, знаете, не вышить больше крестиков сейчас. А что же мне рулетка выдаст? Вот, как-то так интересно. Хотя есть работы, конечно, которые я бы не хотела бы сейчас вышивать. Но я вам об этом не скажу. Я боюсь произносить это вслух. Боюсь, что рулетка подслушает мои, скажем так, мысли и мне выдаст их. Но рулетка подслушала очень хорошую мою мысль по поводу озера этого утра на озере. И еще эту работу я могу называть лодочка. Просто лодочкой. Ну, как, да, лодочка у нас здесь. Ну, очень классно. Так, долго-долго разговариваю. Я буду сейчас приступать к вышивке. А в следующем кадре вы увидите, сколько у меня получилось. Как это выглядит на конве. Так что не переключайтесь. Вот я и вышла 530 символов. Здесь, точнее, 530 полукрестиков. Но напомню еще раз, что я считаю, 500 это у меня символы. Полукрестики, крестики, это не важно. Здесь у меня вышито 530. Вот так смотрится это. Очень классно, интересно. И мне очень нравится этот сюжет. Чем больше я теперь на него смотрю, тем больше он мне нравится. Сейчас давайте посмотрим, что же мне рулеточка в этот раз выдаст. Какую же работу. Очень интересно. Хотелось бы мне продолжить вышивать эту, конечно, лодочку. Но посмотрим. Итак, давайте посмотрим, что же нам в этот раз даст рулетка. Интересно. Какой же на этот раз у нас будет процесс. Ну, 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 ну. Нет, не зонтик, нет, не сегодня, не сейчас. Я не была готова к этому, честно, вообще. Ну, ладно, давайте. Зонтик так зонтик. Я вам покажу, на каком он этапе. Ну, ладно. Будет зонтик, значит. Вот на каком этапе у меня зонтик. Да, здесь, конечно, вышито, вот видите, совсем немножечко, совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Это вот желтенького немножечко. Как здесь я буду считать. Здесь, в принципе, это гладь. И здесь также я буду считать 500 стежков. В принципе, думаю, будет нормально. 500 стежков. Наверное, я зашью это желтым цветом. Ну, посмотрим. Может быть, передущий на какой-то другой цвет. Вот и вышла я 500 стежков на своем зонтике в технике гладь. Для меня это новая техника. Это я учусь. Такой детский, да. Вы можете сказать, что это детский наборчик. Совсем не для взрослых людей. Но я учусь. Я учусь вышивать гладью. Поначалу вот здесь вот я вышивала. Сначала меня, честно скажу, раздражало это. Раздражали эти стежки. У меня они не получались. Мне не нравилось их считать и так дальше. Потом я стала продолжать. Немножечко попривыкла к ниточке, к основе, к иголочке. Повышевала здесь вот, видите, такие вот стежки шов назад иголку. Здесь вот эти вот белые повышевала. Вот. Заполнила все желтеньким. В принципе, мне понравилось. И здесь вот еще внизу я начала вышивать саму ручку зонтиком. И все. 516 стежков у меня вышито. Так что я сейчас пойду к рулеточке. И уж очень я ее попрошу, чтобы она мне выбрала что-нибудь другое повышевать. Желательно крестиком. Зонтик, ну, наверное, давайте не сейчас. Не сейчас. Но мы все сейчас узнаем. Давайте покрутим рулеточку. Что же она нам выберет в этот раз? Очень, очень интересно. Что же, что же, что же? Так. Нет, не зонтик. Нет, нет, не Париж. Ну, котики. Опять новая работа. Котики. Вообще, я даже не ожидала, честно. Ну, давайте я вам покажу, на каком этапе. Посмотрим, что же у меня там вышито. Котики вот так должны выглядеть. Это превью работы. Наборчик от Чаревной мыти. М379. Такие классные. Вот, что у меня вышито на данный момент. Что хочу вам сказать. Что, наверное, в эти 500 крестиков войдут полностью два котика. И, наверное, пойду дальше делать Blackwork. Или, может быть, это называется по-другому. Вы, конечно же, мне напишите в комментариях. И, конечно же, я планирую еще сегодня запустить еще одну рулеточку. У меня сегодня 5 сентября, суббота. Так что, ух, с этой рулеткой разнообразие у меня в вышивке. Теперь, конечно, не добавляй. Все. Я сейчас вышивать. А с вами встретимся. Что же я навышивала? Вот я навышивала на своих котиках 508 крестика. На большее меня не хватило. Ну, такая, знаете, такая скучновато, простовато. Но это пока. Пока вышиваются котики, дальше пойдет гораздо интереснее. А сейчас давайте же мы запустим еще одну рулеточку. Может быть, я успею на этой недельке еще повышивать. И посмотрим, что же, что же приготовила нам рулетка. Давайте покрутим рулеточку уже, последнюю рулеточку на этой неделе. И очень интересно, что же она в этот раз нам выдаст. Задерживаю дыхание, потому что реально, реально. Нет, я не хочу зонтик. Нет. И опять зонтик. Это просто. Просто она издевается. Рулетка. Единорог издевается. На следующей неделе тебя поменяю. Так, сейчас покажу вам зонтик. Посмотрим. Как будто больше других работ нет. У меня их 16. А выбрал зонтик. Вот мой зонтик. Честно, я не ожидала с ним встретиться так быстро. Я его запрятала далеко. Но рулетка решила по-другому. Хочу сейчас продолжить вот здесь вот ручку вышивать. Поднимусь вверх. И, наверное, повышиваю что-то из этих элементов ярких. Может быть, ярко-оранжевым. Может быть, вот сюда вверх поднимусь. Розовым. Посмотрю. И в следующем кадре вы увидите уже, что же я здесь навышивала. Вот я и вышила 500 стежков. Да, ровно 500. Да, вышивала я здесь ручку. Вот здесь вот таким вот сереньким. Конечно, мои стежки глади не идеальны. Вообще, мне кажется, им до идеала очень-очень далеко. Вот здесь вот оранжевым начала вышивать. Ну, по чуть-чуть, понемножку. Видите, уже второй раз на этой недельке выпал этот зонтик. Ну, не знаю, может быть, я и привыкну к этой технике. Может быть, и нет. Может быть, как-то так. Так, с помощью рулетки вышью и, может, как-нибудь оформлю. Ну, ладно. Давайте еще раз запустим рулетку. Успею я на этой неделе вышить? Значит, успею. Если не успею, значит, перенесем на следующую недельку. Ну, давайте еще разочек запустим. Ну, что, единорожек, давай, еще раз выбери мне какой-нибудь процессик. Что же это будет? И очень интересно, смогу ли я еще успеть вышить один процесс или нет. И опять зонтик? Ну, нет. Это просто, я не знаю, ну, слов нет. Слов нет. Ну, вот, опять мы встретились с зонтиком. Мне даже не пришлось его никуда убирать. Ну, что, еще очередные 500 стежков. Ну, наверное, да, сейчас я продолжу вышивать оранжевым. Возможно, успею, а возможно, нет. Ну, все, увидите сами через секунду. Конечно, я не просто сказать, что удивлена. Это ничего не сказать. Я просто в шоке. Я не ожидала, что третий раз выпадет зонтик. Но, видимо, значит, нужно его быстренько дошить и дать возможность другим процессам двигаться. Ну, все, я вышивать, а вы не переключайтесь. Вот, вот, еще добавилось у меня 500 стежков на зонтике. Смотрите, дошила я все оранжевым и перешла на вторую ячейку с оранжевым цветом. Ровно 500. Больше не стала я вышивать. Честно, как бы, не сильно меня завлекает этот процесс. Но, хотя, знаете, уже третий раз на этой неделе я вышиваю зонтик. И я уже, как бы, подпривыкла. Уже практически освоила эту гладь. Но не хочется мне больше его вышивать. Честно. Честно, не хочется. Так. И это на этой недельке был у меня последний процесс. Давайте посмотрим, что же у нас табличка здесь. Здесь, получается, за неделю я вышила 4 655 крестиков. Но это даже не за неделю, а с 1 сентября. И еще вне игры я вышивала лонг стич попугайчиков на прямом эфире вышивальный четверг. Кто смотрел, вы видели, сколько я там вышила. Честно, даже не считала. Ну, не важно. Давайте сейчас я запущу рулетку. И я буду знать, какой следующий процесс мне вышивать уже завтра. Завтра, 7 сентября. И буду ждать обязательно ваши задания. Обязательно пишите мне свои задания на мои процессы. Кто не видел все мои процессы, проходите в видео все мои начатыши, все мои начатые процессы и пишите свои задания. Я очень-очень жду. А давайте перейдем к рулеточке и покрутим, что же у меня будет завтра утром вышиваться. Так как буду выбирать новый процесс для новой недели, я хочу сейчас изменить немножечко вид рулетки. Так, попробую. А, нет, это другой вариант. Это не то. Это нет. Ой, его дарить. Сейчас я попробую. Да. Попробую сейчас изменить вид рулетки. Она не меняется. Ну, ладно. Давайте пока. А, вот, вот. Вот здесь вот сейчас изменим мы рулетку на что-нибудь другое. Давайте на вот эту конфетку, да. Вот с такой конфеткой будет рулетка вышивальная на этой недельке. На следующей, то есть, неделе. И давайте посмотрим, что же я буду завтра утром вышивать. Какой процесс. И с этого процесса начнется у вас новая неделя. И у меня тоже. Так что, поехали. Ну и... А, вот так. Поехали. Неожиданно, но очень интересно. И это попугаи. Так что на попугайчиках мне нужно будет вышить пока 500 стежков. Но я буду ждать ваших заданий. И тогда уже на следующей недельке буду выполнять ваши задания. Все. На этом наша неделька закончилась. Неделька вышивальной рулетки. Пишите свои комментарии. Пишите свои эмоции, какие у вас были при просмотре этого видео. Пишите все, что вы думаете. Ставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, кто не подписан. И обязательно пишите свои задания. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»